Доброго времени суток, мои приятные молодые люди! Меня зовут Ильдар, и вы на канале Приятный Ильдар. Давно я вас не радовал мужским и женским и девчачьим и мальчишеским и ребёночным. Да, сейчас новое шоу появляется. Девчачьи и мальчиши... Ой-ой-ой-ой-ой! Алё, здравствуйте! Угу, вызовите, пожалуйста, дурку. Спасибо. Огромное! В общем, доза внутривенно мужского-женского, она всегда нужна. Мне лично перестало её хватать. Прямо сейчас я сделаю расклад, я сделаю расклад на то, что будет в сегодняшнем выпуске и чем он закончится. Вы думаете, что я не разбираюсь, но я прочитал полное руководство по картам Таро и знаю абсолютно значение каждой карты. И сейчас я погадаю, собственно, на сегодняшний выпуск. Я абсолютно не знаю, о чём он будет, абсолютно не знаю, поэтому сейчас карты нам всё покажут и расскажут. Поехали! Ну, смотрите, значит, у нас будет главная героиня, которая будет считать себя самой крутой, самой, так сказать, невероятной, прекрасной, лучезарной центром мира. И все вокруг неё должны будут плясать. Очевидно, что гостей будет, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь гостей. И что между ними будет? Между ними обязательно будет драка. И разнимать их будут охранники в этом шоу. Это мужское-женское, ребята. А это был расклад от приятного Эдуарда Звёздного. Это я! Ребята, в качестве благодарности за то, что вы выслушиваете весь этот бред просто сумасшедшего в начале ролика, я придумал одну достаточно интересную темку. Э, темщик, придумываю темки. В общем, хочу разыгрывать деньги в каждом видео и каким образом эти розыгрыши будут происходить. Значит, я со своим другом Серёгой, ну, точнее, я как бы придумал, Серёга написал, написал бота в Телеграме. В чём суть? Значит, в течение всего ролика где-то на одну-две секунды будут появляться наборы букв. Скорее всего, три раза в течение ролика три буквы с учётом регистра, то есть с учётом большая-маленькая. Например, XYZ появляется на одну-две секунды, вы это запоминаете, куда-то себе записываете, помечаете, смотрите ролик дальше. Там на какой-нибудь 35-й минуте появляется WPG. Записываете, помечаете. И где-нибудь, не знаю, может быть, в конце ролика, а может быть, это будет всё в течение 50 минут первого ролика. В общем, три раза будут появляться коды, коды, не знаю, как правильно сказать. Коды? Код. Что? Короче, появляются три буквы, запоминаете, появляются три буквы, запоминаете, записываете, появляются ещё раз три буквы, записываете, запоминаете. И складываете из этих букв целый код, шифр. Ничего не понимаю. Переходите в телеграм-бота, который будет по ссылочке в описании, также в закреплённом комментарии, вводите этот код, и вы автоматически становитесь участником в розыгрыше денег. В этом видео разыграют среди вас 10 тысяч рублей, и будет 10 победителей, поэтому каждому я отправлю по 1000 рублей. Неважно, на самом деле, куда. Способ отправки мы найдём. Всё очень просто. На пятой минуте появляются три буквы, запоминаете, там, на 25 появляются, и на 45. Записываете, заходите в бот, пишете, принимаете участие. От вас не требуется вообще ничего сверхъестественного, вы просто смотрите видос, запоминаете буквы, вводите целый код в телеграм-бота и ждёте. Через два дня я проведу розыгрыш, и победителям придут уведомления. Ну а также в своём телеграм-канале я опубликую список победителей. Не переживайте, спокойно участвуйте, никакого скама, вы меня знаете, это чисто моя идея, просто хочу потестить, как это всё будет работать, и мне кажется, для вас тоже это будет интересно, полезно, и сможете немножко денег заработать, это всегда очень приятно. Ну а сегодня мы смотрим выпуск, который мне порекомендовала подписчица, по-моему, в Инстаграме она мне написала, или в Телеграме, короче, где-то я увидел. Выпуск называется «Детки в сторону», как она написала, секундочку, я даже процитирую. Ильдар, привет, очень советую посмотреть выпуск мужского-женского «Детки в сторону», алкаши, драка в студии, отбирание ебошных детей, всё, как ты любишь, а я действительно такое люблю, и, конечно, уважаю. И теперь, без промедления, мы начинаем смотреть, ребята, но будьте внимательны, там где-то будет кодик, который позволит вам участвовать в розыгрыше, и вы сможете выиграть деньги. Погнали! Приятное с полезным. Где такое ещё может быть? Добрый день, счастлив... Доброй ночи у меня сегодня. Счастливый отец семерых детей. Это я, счастливый отец семерых детей, ребята, вы не знали, а детей-то у меня вот столько, полно. Хотя хоть кто знает, может реально где-то есть. А мечтает о целой футбольной команде. Но только вот эти семеро уже отправились на скамейку запасных, в детский дом. Ну, понял, что ему, в принципе, хватит и для гольфа самого себя. Передумал футбольную команду собирать. Значит, надо рожать ещё одиннадцать. Принимает решение мудрый папа. Надо назвать, наверное, выпуск «Одиннадцать детей Оушена». Год назад из семьи... ГОД НАЗАД! Алина и Дмитрия Мегриджинашвили были изъяты трое детей. Мария, Виолетта и Алексей. Груза одинаковые. Опека, порядка, не беспредел. Пуду грызть эту опеку, как собака. Я готова всё ради них сделать. Блин, они выглядят какие-то, знаете, суслики, которые в норе живут. Я бою, грызть. Нет, ладно. Я погорячился, это внебрачная дочь Крейзи Фрогой Кота Леопольда. Даже на две, на три зато работают. Бринь-день. Бринь-день. Знаете, реально лучшая подруга. Все они так и поступают. Дети были грязные. Много раз они просили кушать. Я их кормила. На детей было ей всё равно, когда она бухала. Ну, лучше детям, я считаю, в детском доме, где они сейчас находятся. Но Алина считает, что Лена просто приревновала к ней своего любовника и таким образом вводит счёты с соседкой. Моя соседка Лена, как мать, она плохая. Мужа изменяет, где-то ещё и бухает. Как на самом деле обстоят дела в семье Мегриджинашвили? Какие ещё подробности личной жизни скрывают Алина и Дима? И что послужило причиной для изъятия детей? Женские... Я не знаю, по-моему, окатив взглядом данную семейку, выводы напрашиваются сами. Детей нужно оставлять в детдоме, а их стерилизовать. Месть или смертельная опасность? Сегодня в нашей студии Алина Мегриджинашвили из Брянской области. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Раз... Здравствуйте. Сказывайте, что у вас случилось. Только сядьте, пожалуйста. Я к вам приехала, чтобы вы мне помогли вернуть детей. Мне органы опеки лишили родителей... Органов. ...прав на троих моих малышей. Это Алексей Вярид, это и Мария. Уже лишили. Сюда. Да, но пока у нас этого решения на руках нету. И вы пришли сюда, чтобы как раз-таки обжаловать это решение, чтобы мы вам помогли, да? Да, чтобы мне помогли вернуть моих деток. По-мо-ли. То есть вы считаете, что вы мать хорошая? Да, и доказать, что я хорошая мать. Так. По ней видно сразу, на самом деле, на жвайрмаксах гоняет. Забивная. Показывайте. Какие... Да, вот эта музыка пум-пум-пум-пум в мире животных. Данная особь похожа на примата, но посмотрим за ее поведением. Все условия, какие мне... Когда у меня за 10 ноября было брата день рождения, мы вот с этим молодым человеком пришли к моей матери. Такой же, давай будем честно, не молодой. Соответственно, ну, с кем дальше бывает это? Вы-то, наверное, знаете, что это за молодой человек, а мы-то... У него хоть имя есть, с кем он вам приходится. Мы с этим молодым человеком пришли к моей маме. Зачем мы пошли с каким-то молодым человеком к маме, если у вас есть трое маленьких детей? Мы с Петром. Так как нас... Это не ваш муж? Нет, это... А где муж? Мы по тот момент с моим мужем были немножко в раскладе. Ага. И появился немного новый парень. Такое бывает. Бед с троих детей. Да, это мой... А те, а мой запутный... Ну, вы были настолько немножко в раскладе, что с другим мужиком пошли к матери, правильно же? Ну, да. С любовником. Ну, да. Так. Мы... Ну, получается, с любовником пошли. Такое бывает. Прямо мы пришли к матери. Нас брат с моей невесткой Татьяной приглашает. А дети где были? Дети со мной были. Вы с Петей и с любовником из детьми пришли к моей матери. Ага. Так. Мы туда пришли. Перед этим... Как-то нас с недоверием смотрит. Ну, да. Не без греха. Признает ошибки, кто мы такие, чтобы ее судить. Я... Да, понятно, что... Да я как-то... Ну, такой... О, а это там секс... Стоп, 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 стоп. Не без греха, если вы имеете законного мужа с Петей ходите, с любовником. Ну. Я... Я признаю, конечно, ошибку. Да, это очень большая с моей стороны ошибка. Какая именно? Любовник или... Нет. Бухло? Бухло. Угу. А любовник нормально. Юля, ну они были в разладе. В чем проблема? Ну, любовник... Ой, с кем не бывает. Да, с кем не бывает. Да, с кем не бывает. Мне главное сейчас детей. Дети, да. Дети. Мы пришли, выпили там. Угу. Он начал распускать руки. Опа! Вот подонок. У него на пьяной... Любовник начал распускать руки. понимаю на почве начал руки распустились немного там сакура как ветки сакуры одним словом он начал распускать руки моя моя мать вызвала милицию вы с ним только познакомились а он руки распускает что за мужик то вообще вы даже не представляете я такая ну возможно я и хотела чтобы он распускал руки слышала о нем он нет ни я первая не я последняя у него такая которого так как и он у тебя не первые не последний которую на руки распускал он даже с маленьким ребенком из квартиры вас на раз выскакивал на ножах гонял ночью ужас зачем вы снимаете кватирантку но я не я его так мало знала но решила мужу отомстить аааа понятно это месть была мужа подшутил а я ему отомстила с удовольствием хоть мстили то никакого там удовольствия конечно не было удовольствия не было никакого а хотелось бы но это жизненная на самом деле все ситуация то есть вроде хочется отомстить и удовольствие получить но в итоге видите справедливость все-таки есть теперь без шуток вы пришли свои к своей маме с каким-то чужим мужиком с детьми набухались с этим мужиком при маме он стал руки распускать мама вызвала полицию до детей он не трогал детей он не трогал он начал звонить елене соседки это ее первая любовь когда-то они встречались раньше он просит елену вызвать елена геннадьевна моя соседка так просит вызвать ее опеку так что то чтобы забрать детей соответственно приезжает полиция пишет протокол он даже при 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 поле при полицейском с него шапку скидывает его прямо по голове пьет и полицейский в это время ничего не делает вызвали опеку при опеке он начал меня мутузить живот при детях никакого со стороны чтобы там как его как-то угомонить или оттянуть этого не было опека берет и у лёшу маленького первого потом виолетту маша прячется за бабушку с плачем они у его вырыва вырывает из-за спины и и за руку так и забираю и забираю всех троих детей я успеваю еще в это время был позвонить своему мужу законному дмитрию дим так и так забирают детей он он ему вот это вообще не зря забирают получается а лид может три дня оставалось а до вахты он с москвой приехал ему до вахты оставалось он при он приезжает не успел там за пять минут какие условия выставили органы опеки чтобы дети вернулись семьи они вы выставили условия мне закодироваться найти работу лечиться пройти курс лечения она сейчас не похожа кстати на алкоголичку будто бы двоис видно что у нее были проблемы но как-то она достаточно свежо выглядит не соответственно в доме сделать порядок ремонта для содержания детей по первости ним они смогла на работу наверно ну как искала за себя может в этот момент к вам вернулся обратно продавал вам это вот эти любовь надо все прости да и решил вместе с вами за детей на это да все за детей вот ради детей мы стали биться вот и ну и соответственно месяц муж пока что выигрывает но это и очевидно вы простили как и так на смотрите вам выставили условия что из этих условий вы выполнили я отлечивалась до нового года так проходил курс лечения и еще плюс закодировалась потом ну похвально мужа ну там получается он сидел по элементам в голове такой рой мыслей такой сумбур конечно вообще у нее и она на три месяца прикрыли попал пас после прикрыл прикрытия когда он освободился мы нашли работу в москве и поехали вахтами работать он первого вахту поработал и ну как как бы его и поехала домой заниматься ремонтом ремонтом свой ремонт в доме сделали да давайте посмотрим куба евро двушка как же вы сделали ремонт и в каких условиях вы живете у моих детей вообще-то принципе есть все вот их их не этот футболочек хоть бы сложила ёбаный в рот кодажей или или и лёшина еще рубашечка узная маленькая вот обычно мы тут с детьми обедали я вам когда с дитями рожку делаю я с ними всегда обедаю они всегда любят макароны с грибами мы всегда играли обычно он там с дитями я вам когда вышиваю я могу показать это мою картину я сам вышиваю и дети рядом со мной на тут друга здесь но все как обычно позже исключаю да хочу забрать своих детей слушайте ну подобрались вроде бы в квартире мне тяжело в доме точнее понятно что он старый максимально каждой вещи там по лет 600 примерно и вообще очень обветшало и все но жить можно видали и похуже согласитесь вещи смотреть на все это тяжело вот они мои лапулечки я не могу я готова все ради них сделать все даже на 2 до 3 до работы так куда кило будет забавно если это будет единственная женщина из мужского и женского которая поменялась реально бросила бухать то только будет каждую жалко конечно не жалко то что она бухала не занималась детьми но сейчас как-то будто бы есть какое-то расположение к ней эти были рядом ты тут диагонали со мной а органы опеки приходили проверяли важно они при пришли перед вторым судом это перед первым сентябрём вы видите ли их не устроился как они сказали в ту стояк и ответили а мы с мужем долго над ним работали ветхлая получается типа старая мебель не у каждого тот будет будет то новая но у меня вот так глаз ничего не режет но не то же самое аналогично ну типа все старое супер старое но ухоженное вроде как выглядит о плохого вон все отмытое не знаю к чему органы опеки придрались честно алин значит на вас кто-то жаловался ну и регулярно папа не понятно что кто ветерок и дуду со стороны моей соседки как ее зовут елена геннадьевна соседка лучшая подруга елена геннадьевна ветерок дул оттуда скажем так елена геннадьевна это циклон ураган катрина ураган елена она же вашей подружкой было было но давайте послушаем что она нам про вас рассказала ну дима с они очень часто выпивали это и видно было каждый день как дима орал на детей это ужасно было он нажирался он приезжал сюда пьяный на лёшка в кроватке ну плачет кашу надо да он кричит спать я много раз говорила лин ты куда смотришь это твое ты носила их рожала терпела эту боль а что я им сделаю они спать не хотят но дети были грязные да я не спорю прибивала ко мне и много раз они просили а мы все кстати с тобой спорили говорили они грязные такая нет они чистые кушать я их кормила дима алина очень часто лупил она вся синяя ходила детей наорал на неизвестно может и детей он там не лучшим детям я считаю в детском доме где они сейчас находятся потому что вот как забрали детей они что-то начали шевелиться начали делать все до этого они ничего не делали а может она наоборот оказала им услугу реальную то есть они дольше проживут и избавятся от вредных привычек и детей вы короче не знаю мне кажется одни только плюсы в этой ситуации не жили тупо на детский день врет конечно а дима вас бьет нет он даже он у меня руками не трогал ну как не умеет ими пользоваться ну как типа когда сексом занимались строгал конечно так не трогает обычно если где-то и там и было а если честно было раз что да он напугал было это пранк называется у нас в селе это такое дело а если честно он меня не бил зачем я и осеннее не ходила зачем вы врете вы хотите детей вернуть да тогда вам надо говорить правду раз то что-то только и гир и гиркнул ну и там я к соседке там прибежала и то он там что-то ему такое не сыграешь на самом деле даже ее прижали она такая боже что что делать если скажу что он не бьет мне еще и забьет и не бьет он нет он не пьет и не бьет нет какой хороший мужик а почему же елена так на вас наговаривает что между вами произошло это была ревность она вас преревновала да кому она ревновала у меня к петру из измен так это тот самый любовник ваш вот а это получается и ее была первая любовь и меня она ревновала значит она вас преревновала и вы считаете что из-за этого она стала в опеку на вас жаловать это единственная причина как можно физически тратить время на такое бесполезное чувство как ревность объясните мне но же внутри сидит тебя изъедает постоянно тратишь свою жизненную энергию еще вы потом это все сублимируешь в какое-то отомщение относительно другого человека который находится рядом с тем человеком которого ты любил когда-то у которого с вами что-то было это же так бесполезно то есть если вы расстались или там ревнуете кого-то к чему-то или у вас отношение вы ревнуете не знаю в первую очередь наверно конечно надо над собой поработать но если человек создает такие условия для ревности то нужно с ним расходиться обязательно сказать ему типа александр мне не нравится что вы постоянно флиртуете с девочками или мне не нравится что вы задерживаетесь на работе там типа каждый день уже два месяца еще так будет повторяться я разведусь с тобой или мы расстанемся если это продолжается то вы просто не тратите время и уходите человек это все так работает ребята вот такая вот минуточка философии от приятного станислава это я просто из-за ревности да давайте у нее спросим из-за ревности ли она стала на вас в опеку жаловаться елена хлебникова идите к нам марина хлебникова а драчка то будет а вот что ты как же я хочу эту студию попасть боже ты мой какой же это чистый кайф фига как она увернулась вот эта реакция опа а драчка то пошла и камера полетела с ним ли мы ее как вентин тарантино конечно снимем это чувак просто как двух клещей как разнял фига прям волосы повыдирала кровь вы хотите сказать что это постановка ни в коем случае это просто юля прямо в кайфе чистом она у него лимба аж амброзия просто думает все ульта этот выпуск просто ульта можете пойти за кулисы вам какая жесть просто лицо и разодрала надо оказать ужас медицинскую помощь лен это вы жаловались просто побились реально надо какой-то там за эти ринг поставить октагон что не силово было официально мне позвонил петя в той день когда это ее любовник или ваш я за лена хлебникова двойник парис хилтон как как я поняла это ваш сожитель или и и и а почему вы его ревновали я его не ревновала он просто друг мы дружим с ним с четырнадцати лет рот закрой слушайте давно такого не было интересно нравится ли мне прям обмазываюсь обмазываюсь этим контентом боже мой поняла лен но давай поняла айти рассказывайте чего они жили в тот день у нее же муж был они там то ли с дима разошлись дима гулял алина тягалась с петей там были постоянно пьянки дети гулянки у ней были с ней гулялась это алина тягалась но тетей что такое тягалась просто они бухали каждый божий день это тягалась значит да я говорила он будет но ты знаешь такое объемное понятие тягалась это там пила что делала там сексуальные штучи ну все подряд короче все вместе это тягалась внимательно тебя руку насчет петь никто не не верил все покрывались петя такой хороший ласковый ради бога в итоге они пошли до николаевны на ленинскую к ней они там выпивали как я поняла звонит не петя это было на 1 11 утра звонит говорит вызови мне пдн я уже зачем тебе пдн алина пьяная николаевна пьяная тут будешь дети есть хотят же одни пдн если кто не знает как переводится пенис деда нужен чего я говорю ведь извини конечно я в пдн звонить не буду я просто вызову милицию прямая связь с пенисом деда он говорит николаевна вызвала уже милицию насупилась н я не звонила она мне просто не надо пока она с димой там с петей со всеми чтобы я не возвращать детей подождите но это ей а ведь дима их официальный отец за документом вроде бы когда а ему можно отдать детей зачем у него там трое в интернате хорошие эти несколько в интернате что на веселой фирме алина что дима два пара так а пьют они вместе до она до димы пила дима не было как-то месяц она не пила дети всегда были ухоженные одетые всегда в садик ходила алине я не скажу плохого что там ну последнее время да кто не ошибается николая на много раз приходила к ней выпивши подождите много раз алины в чем в диме это счет ты машешь головой там фотки ездит и с рюмкой стоишь просто на будет с димой я советую нет детей никаких а если он исчезнет из ее жизни она в состоянии быть хорошим она будет состоянии одна она сделает все для них но как детей забрали он вернулся они сейчас вместе за детей бьются может все таки хочешь они раньше не думали головы вместе когда забирали детей когда не пили вместе почему они об этом не думали они кстати даже вместе с нашей съемочной группой поехали навести детей правда их не пустили ну давайте посмотрим как это было можно детишкам передать передачку я запустить вас не могу не детей показать дети уже спят вот бутылка для них еще то что у нас осталось скажу честно мужик вообще мне доверение внушает все равно из своих детей заберу я добьюсь я же не я я же мама я я их вынашивала под сердцем я же не я талер дёрдом я не для того их растила чтоб кому-то пока ты с димой я не советую отдавать детей пока дима да выглядит так себе честно говоря идет до было и на даже глазом не повела судя по всему ее не первый раз бьют детей много раз орал тебе говорили сколько раз уйди от него ты что отвечала почему это так волнует я не понимаю среднее время в августе перед сентябрем и что в курятнике и мои дети прибежали сказали тетя алина там я тебя позвала алин пойдем кофе попьем что дима сделает это то что мы ругались это ничего страшного и не пускать хозяйку дома замок поменял она вставляет свой ключ он не может она когда пришла он сказал иди типа на ты где бухала там слялась туда и она пошла в курятник она пошла в курятнике пьет обычно они там сарай сарайчик делать для курей так а почему он вас не пускает в ваш собственный дом меняет замок и не пускает ну получилось что-то да неважно как получилось поругались но все равно жену и что конкурировались да вот и все равно так получилось что такое за концом то я зашла подождите вы так покрываете мужика который меняет без вас замок и не дает вам ключи но вы соображаете кого вы покрываете вы мать его детей у нас домой не пускает хотелось бы уже посмотреть за кого вы так держитесь кого вы так покрываете кого вы так обожаете дима идите к нам классно среди мы сейчас просто раскрошит кабинет этой женщине опа а вот и дима а когда твой хлебник в москве работа а ты свечку держалась я я знаю пока она будет с тобой не тебя там у тебя там у тебя такая шобла начинает делал ремонт почему что не работал я замок менял при ее она всегда не пускал когда она у меня была я домой пускал дети эти не нужны мне кажется это женщина с белыми волосами из соц опеки еще даже соц опека так не беспокоиться о чужих детях как это женщина и дети при мне где твои трое алина ходила беременность из-за тебя она и потеряла ребенка блин жалко драки не будет у меня просто был выкидыш вот и все ничего сложного попробуй сам выкидыш это круто дим скажите пожалуйста если вы сюда вышли так орете детей любите почему вы до сих пор не подрались женщины которая сбила вашу подругу но любите зачем же вот она с ней зачем тогда вас звали вообще сюда ходились я приехал с вахты она с петей да она с петей я как сказал любишь мужика ты вернешься ко мне а чё я могу сразу убить мужик не виноват мужик не виноват женщина захотела как говорится не захочет кабель не вскочит сука не захочет кабель не вскочит записываем то есть вы ждали когда она к вам вернется когда это не надоест и она присканчивая виктор ванночку колдов это он что звонит говорит у меня детей забирают но я пока чухнулся пока поехал я не успел просто пять-десять минут и вы решили вместе с ней за них бороться вы и про не вы петь и не простили да нет я не простил я ему просто сказал еще увижу раз или у чужом дворе но я борюсь за детей я хочу их забрать так ошибка ошибка люди не меняются вот я в москву поехал заработал денег приехал сделал ремонт и но на самом деле меняются как вы понимаете ну просто я про 99 процентов людей говорю это будет удивительно если действительно лишение родительских прав на время замотивировало эту женщину действительно не пить до конца жизни алкоголь я имею ввиду не воду воду сколько там пару дней можно не пить да и все органы опеки даже ни разу не приехали пока я дома на это не разу носу своего не показали дима вы правда бьете носу показали жену не разу я рукой не поднимать а чё взгляд отвел я как профессиональный физиогномист диагностирую ложь ни разу не при еще раз посмотрим ехали пока я дома на это ни разу носу своего не показали дима вы правда бьете свою жену смотрим внимательно ни разу я рукой не поднимать глаза отвел соврал нера а почему все говорят что бьете а что они свечку держишь у меня дома по факту что сейчас не сплю сексом занимаюсь еще хочу детей а чё они знают что-то у меня творится а это сплетни вы сейчас хорошо живете в любви согласии конечно я всегда всем помогать давайте посмотрим какой живете блин сейчас бы в деревню на взрослике какую-нибудь девчоночку на раме покатать ой боже мой а потом доноси навальчик ой-ой-ой-ой-ой-ой Ну вот так наши отношения с Дмитрием Геевичем и начались. В тех же Аэрмаксах. Все началось с велосипеда. Когда я его нашел, я на велик, потом посадил домой, привез своим родителям. И жестко бляю. Детелям сказал, вот это моя невеста, буду жить дальше. Вот так и начались у нас детки. Так и начались детки. Думаем опять детей заводить. Как это работает? Я люблю жену, сильно-сильно. Я хочу, чтобы жена родила. 76 детей. Еще цельную команду футбольную. Хорошо, что... Родители в целом думают о будущем своих детей. Ведь они действительно смогут дать им все самое лучшее. Мне кажется, для них и один это много. Ну, кто-то хочет 11. У кого-то, знаете, там дома, яхты. И мы так и без детей нормально. Просто боятся немного ответственности. Здесь нету абсолютно ни х**я, только голая жопа. 11 детей го. Он мне хороший, понятливый, заботливый. Главное, что... Ну, такой вот я. У меня есть. А есть... Я есть у него. У него. Плетение двух гнилых зубов между собой. Прикиньте, там вонь, гниль, коррес. Слюни, боже мой. То есть вы еще дети... А они, кстати, ничем не болеют вообще. Будете рожать, да? Ты следишь максимально за здоровьем. Принимаешь витамины. Ходишь на комплексные массажи. Просто вышел слегка потный на улицу. Ангина плюс 46. Температура. Погнали, ребята. Не-не, это вот у меня же самой даже просто смешно стало, когда он это сказал. Вы же хотите еще детей? Не-не-не, мне... Дим. Ну, я, конечно, да, хотел детей. Ну, я... Он же будто не хочу, когда их забирают. Я не хочу. Потирали. Я хочу этих детей вернуть, и мне никаких не надо. Как говорится... Потому что и других тоже заберут. Пускай лучше эти дети будут, чем... Чем я рожу новых? Еще. Дим, а сколько у вас всего детей? У меня? Ну, от первой жени... 72. Трое. А-а-а. Ну, и вот трое. А так было бы... А где дети от первой жены? Ну, как я тоже работал, от первой жены она... Играют в футбол, потому что я ращу только Марадон и Пелле. Еще хуже было, чем Алина. То есть Алина у вас не очень хорошая, да? Не, Алина у меня женщина нормальная, она детей любит и воспитывает. А та вообще ничего не делала. Она та вообще первая ничего не делала. Она их просто кинула. На суд не ходила. Кинула. На суд не ходила. Подождите, так вы лишены родительских прав на своих детей? Да. А что вы за тех не бьетесь? Я алименты плачу, как положено. Вы алименты не платили, потому что вы три месяца в тюрьме сидели за неуплату алиментов. Офига себе, так могут тюрьму посадить? Нет, это я пока... Я хочу посмотреть на женщину, которая еще хуже вашей настоящей. Как же она тогда выглядит, эта женщина? Олеся, идите к нам. Которая хуже... Думаю, будет драка. Оставайтесь на связи, ребята. Я хуже тебя? Я хуже Алины? Да. Ты, б***ь, всю жизнь мне сг***кал. Ты погляди, что ты делал. Ты меня резал, тварь. Прикольно было. Блюдок, ты сам, б***ь, написал отказ от детей. Ты сказал, они мне жить мешают. Ты на себя погляди. Я отсюда, б***ь. Себя погляди. Я-то нормально живу, а ты, б***ь. Ты уже ни одну жизнь портил, б***ь. Почему? На себя посмотри. Как же я хочу их имиджмейкеров? Мне кажется, весь этот лук буквально через пару лет будет в Болинсиаге. Возможно, уже есть. Смотри, маменький, б***ь, сыночек, на***ь. А ты вспомни, в каком состоянии у тебя дети находились? Мои дети были в нормальном состоянии. Мне даже Орена Пеки сказала, Олеся, обереги, б***ь, от него. Это не человек. А где твоя первая девочка? Как у тебя девочку забирали? Вот, скажи ему спасибо, б***ь. А то ему низкий поклон сказать надо. Когда у него, б***ь, ты человек ненавижу, это не моя дочка. Он тебе ребенка помолился от тебя, дети. Я даже согласен ДНК снять. Да ради бога, сделай. Я буду оба, б***ь, со смеху, если там твои дети. А я не бою. Я ДНК сниму. Ага, давай. Олесь, подождите секунду. На видеокамеру, кстати, будет ДНК снимать, если что. Скажите, пожалуйста, а вам органы опеки советовали от него уйти? Да, мне говорили, Олеся, беги от него. Это не человек-то чудо. То есть зло в семье все-таки исходит от него? Конечно. И у нее тоже. Она мне говорила, Олесь, ты все равно с ним развелась. Пожалуйста, давай, может, я с ним буду... Забери, пожалуйста, его обратно, мне он не нужен. Мой ответ был, когда она сидела пьяная у меня, бухала. Давай еще по одной, был такой ответ. Если она пищу бантик, одень, гури, нахуй, забирай его назад. У меня он нахуй. Как вы считаете, Олесь, им надо возвращать детей? Почему? Это не человек, понимаете? Он п*** на меня, он меня резал, понимаете? Мне на скорой даже больницу забирали, у меня руки были резаны. Он детские коляски выбивал, окна выкидывал, ломал, все. Мне приходилось с детям зимой убегать. Богороды зимой прятала с детьми. Дело заводили. Да я его дура простила, б***ь, заявление забрала. А почему у вас детей забрали? А потому что он пришел с рыбалки податый и сказал, мне они здесь жить мешают. А почему вы не восстановились в правах? Потому что их забрали себе в семью. Я когда работала в Москве, уже с другим жила, работала в Москве. Я передавала и деньги, мы заезжали. Прикиньте, вот у тебя есть дети, потом их забирают просто в другую семью и все. Ты ничего не можешь. Тебя, наверное, этим людям вообще плевать. В Брянске жили дети все. В одной семье. Помогала и видела их, и общались мы. Потом они из Брянска уехали. Я помочь потом уже не смогла и найти их не смогла. Я услышала фразу «маменькин сыночек». Да, потому что все мама ему покупает. Мама, я хочу скутер. Она пошла, кредитила, скутер купила. Мама, я хочу машину. Она взяла кредит, купила ему машину. А сами потом по свалкам ездят, металл собирают, чтобы кредиты заплатить. Больше всего мне хочется посмотреть на женщину, которая такого, как вы, воспитала. Ирина Викторовна, идите к нам. Здравствуйте. Ты на свою жизнь посмотрела? Я посмотрела. А когда я баулами таскала твою стирку, ты забыла? Да, так ты не только мою стирку таскала. Ты таскала очень... Я твою таскала и детскую. Мою ты таскала? Баулами таскала на своем скутере. Никогда не кушать не было, приезжала с кобой. Да что ты говоришь? И каждый день пьяная была. Да что ты говоришь? По деревню лазила, да. А когда я тебя била пьяную, приехала. Когда ты меня била пьяную? Сырмой. С дочкой. Когда у меня малого забали? Нет. Ирина Викторовна, я не очень понимаю, у вас претензии только к этой невестке, а к которой... Я что-то вообще ебаю. Ну, прикольный пересказ их действий в течение жизни. Подрались, побухали, собрали детей, опять побухали, подрались. А претензий-то в чем? Долгой нету. С ощущением там каждый человек просто уникален. Это нормальная. Она не пьет. Ага. И все время чисто в доме, и дети чистые. Это последнее время она не пьет. Да все время она не пьет. С Петей она жила, бухала, с Петей она жила, она пила. Ирина Викторовна, и все-таки Олеся плохая, я поняла, алкоголичка. А Алина хорошая, да? Она нормальная, у нее чистые, детей всегда смотрела. А сын ваш нормальный? Нормальный. Хорошо воспитанный? Хорошо. А почему же он... Видно, кстати, что хороший сын, нормально воспитанный, супер парень. Желаю каждой девчонке именно такого. Там кроет, как сапожник. Женщин бьет. А потому что доводят. Пьет, не работает. Нифига, как мама оправдывает. А потому что вот так вот. А почему он зарезал 169 человек? А довели его вот так вот. Пет. Да вот. Почему же у вас такого хорошего сына лишили прав? А он с детьми хорошо обращался. Превысил скорость, такое бывает. Ну да, ну покричит, если когда пошкодил. Подождите, если бы он хорошо обращался со своими детьми, он бы не был лишен прав. В данном случае бабушка могла, в принципе, детей взять под свою опеку. А на сегодняшний момент... А у меня первых вот от нее внуков... Подождите, подождите. А на сегодняшний момент пока видим, пока самая адекватная вроде бабушка, но с другой стороны детей она не забрала. Нет. У меня просто не дали. Не первых. А вы обращались с заявлением? Как только не обращалась, я этот белый дом в опеку. Я ноги избила, бегала. Я уже детей не вижу. Вот уже почти год. Ты приезжаешь к детям, передашь передачку, но их не видишь. Да больше, чем полгода. А почему органы опеки? Даже не кайком вообще. Блин, вроде как жалко, а с другой стороны, мне кажется, правильно говорят, что пока у нее этот мужик, ну видно, что он какая-то гнида. Будет все то же самое по итогу. Нет, с детьми нет. Хотя бы через окошко, покажите через окошко ребенка этого. Хотя бы через окошко показали, что ли. Ну ладно. Пустой, покажешь. Жалко ее. Хотя бы по присутствию психолога вывели бы с детьми пообщаться. Я понимаю, что там... Блядь, что это за штука справа сидит в зеленом эфире? Это... Как-то психику, но... Я буду в аду гореть. Ну, мать тоже это... Я тоже горд почти не вижу. Деточек. Это я писала, я добивалась. Я приехала, я даже органы опеки. Это неправда. А что правда-то? Это неправда. Все она пьяна постоянно. Что на это? Не надо говорить. Вы знаете, органы опеки имеют особенность. Они, когда приезжают осматривать помещение, очень любят обойти соседей и сделать опрос. Кто что про вас расскажет. Ну вот, представляете, вы хотите биться за детей. Они могут вызвать на суд всех ваших соседей. Пускай вызывают. Хотите послушать, что про вас говорят соседи? Мы их опросили. Давайте. Ну, они пьют, поэтому их и забрали детей. Дети там такие страшные были, ничего не кормили. Ну, они же не будут сговариваться, эти люди, согласитесь. Ребенку годы света, он носил на руке, как будто ему около месяца четыре. Вот я напивалась. Вот тебе детский, я детский. Вот тебе детский, дай мне свою программу. Семьдесят шутер. Выставьте их трое, выплаты от государства. Они живут за счет этого, они не работают. Шок, что они так с детьми, когда дети были. Тут маты и крики, а здесь ар-дай-дай-дай такое. Вот, для нас это дико, потому что так с детьми. Это тут ездит такая, совсем пропитая, рожа такая. Не, ну видно, что она бухала очень много. Вот как-то слышала, что там такие маты, крики. Убью. Ездила, но только что она одно не закодировалась. Она купила справку. Это уже не особо проверенная инфа, как мне кажется. Говорят, что вы справку купили. Можно ли за 10 дней, которые вы провели в больнице, излечиться от алкоголизма? Боюсь, что за 10 дней нет. Курс. Лечением должен. Боюсь, что в таком возрасте, если сильно набухаешься, то у тебя 10 дней отходоса могут быть. Составить стационарий хотя бы 21 день. Там, может быть, покапали, интоксикацию сняли. Я проходила лечение. Я не употребляю. Ну сейчас я могу ей, в принципе, поверить. Я себя держу в руках. Грубо говоря, Алин, возьмем месяц назад. Ты с Димой ругалась на заднем дворе. Ты была выпившая. Дима на тебя орал. Лично слышала я. Была у меня моя свекровь. Эта сидит такая довольная, да-да-да. Надеюсь, у них все то же самое будет. Мой муж. Вообще-то... Вы ругались. Он тебя материл. Мы ругались. Ты еще кричала. Тебе нахуй дети не нужны. Дима тебе ответил. Иди отсюда. Как она все дословно помнит. Какая я тебя не перебил. Его слова. Когда мы ругались. Да вы вечно не ругаетесь, Алин. Если у него голос такой, он вечно-то... Я знаю тебя и знаю Диму. Ты любишь его вывести, чтобы он тебя как двиганул, раз врыло, это да. Да, когда мы там-то не ругались. Когда твой муж ругался с тобой, когда пьяный появился. Мы сейчас не говорим про Елену и про ее мужа. Мы говорим про вас и про то, что вы лишаетесь детей. У вас есть возможность вместе со своим Димой обратиться в камеру, потому что я уверена, что настанет тот момент, к сожалению, когда дети посмотрят эту программу. Вот и вы бы им что сказали? Виолетта, Леша, Машенька. Вас родители очень любят. И постараемся вас вернуть. Алина, какой... Алексей два года вообще маленький. А, ну может фотография старая, ладно. ...будущее вы можете дать своим детям. Когда пьющая мама, пьющий отец, пьющая бабушка, другая бабушка, которая избирательно относится, одних внуков люблю, других не люблю, точно так же, как и отец. Я не верю в то, что есть хоть один человек в данном окружении, который может дать детям хоть что-то. Я не говорю об обеспечении, я не говорю об образовании. Я говорю об основе... Про еду. ...психологических основах здоровой личности. Я люблю своих детей. Я люблю своих детей, блядь. Ставлю их забрать и хочу... Чел не умеет разговаривать, блядь. Со своим детям ничего не сможет дать даже. Не сможет объяснить. Я хочу, чтобы мои дети были у меня. А каких из шестерых вы любите, а каких не очень? Я люблю тех, которые Алина родила мне. Классный отец, кстати. Ставлю лайк. А те, которых Алина родила, вы не любите? Нет. Зато честно... То есть этих троих любите, а тех нет? Нет. А вы считаете, что это нормально так относиться к своим детям? Этих люблю, этих не люблю. Ну вы понимаете, они ни один не похожи. И они уже взрослые, во-первых. Я не знала... Взрослых, кстати, не надо любить. Пускай сами себя любят. Это же сколько им и лет. А сколько лет вашим детям? Одному, когда забирали. Она сама достаточно молодо выглядит. Было три года. Второму Алинке было два года. А Саше был годик, когда его забирали. А сколько лет назад их забирали? Они, вы помните, в 2014 году мы с ним развелись. В 2013 году это было. В тот день, когда детей забрали. Это вы называете детей, которым сейчас по 10 лет, 10-11 примерно, что это взрослые дети? Они уже не вспомнят никого. Да, конечно. Вот у мамы, да, у нее меньше вот в душе чего-то светлого, чем у пропитой Алины. Вот у нее вот этого человеческого, живого, в ней больше. Вот очухайтесь, поймите. Конечно, сейчас дети, детей отдавать нельзя. У детей будет будущее ваше. Вы хотите, чтобы у ваших детей было это будущее? Я думаю, что нет. Мы спросили у опеки. В первую очередь, эти люди должны сами поменяться. Найти работу, нормально выглядеть, стать нормальными членами общества, и тогда, возможно, им вернут детей. Потому что потерять все очень легко. А вот строить заново – это работа огромная, должна быть проделана. И шансы у вас есть на возврат детей. Давайте послушаем, что они нам сказали. В ноябре прошедшего года в опеку поступил звонок о том, что в семье критическая ситуация. И когда приехала опека, мы увидели следующую картину. Она пьяная, мать ее пьяная, сожитель вот этот, который уголовник, в статуировках весь пьяный. Он при нас бросился и начал ее просто избивать. Она упала на пол, он бил ее ногами по животу, тягал за волосы. Дети в соплях, скашлял. К детям была... Не, ладно. Не надо ей никого отдавать. Дети должны быть в детдоме, там, не знаю, в первое время, потом отдать их нормальным родителям. Не знаю, может быть, людям, у которых не может быть детей по каким-то природным физиологическим причинам, которые будут любить этих детей, дадут им все. Нежели вот эта вот семья, да, они там что-то помыли квартиру. Я вначале был какой-то слишком лояльный, мне кажется. По факту люди не меняются. Алина Евгеньевна в заложниках у мужика. Она жертва, она не может его бросить, и она его не бросит, и он ее не бросит. Короче, созависимые какие-то отношения для детей, это, конечно, просто ужас будет. Чтобы провести с ней профилактическую беседу, Алина Евгеньевна в состоянии запоя не вышла. Она пришла к нам только через неделю. Мы с ней... Ай-яй-яй-яй, Алина Евгеньевна. ...провели профилактическую беседу, и она написала нам заявление с обязательствами... Опа! ...в том, что она в течение шести месяцев закодируется... Опа! ...сознат для детей в доме надлежащие условия... Опа! ...трудоустроиться. Дети были помещены в Клейцовский дом ребенка. Но по истечении шести месяцев ничего не было сделано. В течение месяца решение суда вступит в силу, и мы тогда можем детей дальше определять в семью, в другую семью. Юль, здесь... Мне кажется, это будет правильное решение. Скорее всего, ну, как бы это не печально, ну, детям лучше, чтобы они жили хотя бы под опекой государства. Да, там не сладко, действительно не сладко. Но во всяком случае, что они будут видеть в своей жизни? Это алкоголизм, это вот ругань с соседями постоянная. Детей просто нужно социализировать, вот этих детдомовских потихоньку, приобщать к жизни, скажем так. Постоянные. Мне кажется, почему вот огромное количество детей без родителей, которые жили в детдоме, потом становятся, там, не знаю, каким-то криминалом, короче, занимаются или тоже спиваются и все остальное, потому что они привыкли, что с детства у них там кушать приготовлено, все вот это вот вообще, они ничего, палец об палец не ударяют, их ни к чему не приучают, потом выпускают 18 лет свободное плавание, а эти дети вообще ничего не умеют, не могут и не знают, как делать. Поэтому, конечно, социализировать этих детей жизненно необходимо, в первую очередь для них, а во вторую очередь для общества. И драки, склоки, кем они вырастут? Мы получим тех же моральных детей, как их родители. Я думаю, что Алина точно не поймет, о чем мы с вами говорим. Она искренне считает, я же их люблю, я верю, что она их любит. Да, вы их любите. Я в каждую вашу слезу, вот, кстати, верю. Вот аналогично, меня, наверное, это вначале сбило с понталыку. Но на этом все заканчивается. Блин, Юля, конечно, мудрая женщина. Вот в вашей картинке мира на этом все заканчивается. Прочувствовала. Как же она чувствует? А дальше начинается то, что видим мы. Та жизнь, которую вы считаете нормальной, отвратительна и ужасна. И так дети жить не должны. И вашей любви, к сожалению, покрыть все остальное не хватает. Пытаться вам объяснить, что вы как-то не так живете, бесполезно. Потому что вы так привыкли. Вы это с рождения видели сами. Вы так живете. Для вас это норма. И вот эту норму вы передадите своим детям. Если вы действительно любите своих детей, то вы пойдете другим путем. Вы постараетесь что-то в своей жизни изменить. Ну да, это должен быть не месяц, не два, а год, наверное, два года. Может быть, эта передача вам позволит посмотреть на жизнь другими глазами? Блин, классный выпуск, на самом деле. Достаточно поучительный. Мы снова убеждаемся в том, что люди не меняются по факту своему. И хорошо, что вот просто, если там человек что-то микроосознал, а никто не идет у него на поводу. Должно пройти какое-то время, какая-то дистанция, для того, чтобы ты действительно доказал, что ты полностью поменялся. А вот это вот я типа там месяц не пью. Ну, камон, что поменялось-то по факту? Ни-че-го. Ребята, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про кодик, про розыгрыш. С вами, как всегда, был я, приятный Иван. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Субтитры подогнал «Симон»!